итак всем добрый вечер да и сегодня мой видеоролик будет посвящен скорее всего знаете кому я так и назову это людям так скажем ленивым и неудачником вот для них это будет посвященный видеоролик вы сейчас спросите зачем им посвящать да я не знаю знаете вот такая штука вчера сидел да вот смотрел комментарии которого пишите отвечал все и как как-то случайно я попал такой на отзыв такой есть мальчик я обязательно дам на него ссылку да но мало ли что вдруг какой-то работодатель смотрится чтобы так получилось чтобы по дурости не взять себе такого сотрудника да и в общем так получилось что я посмотрел видеоролик который назывался отзыв о евросети что значит отзыв о евросети он проработал евросети и решил оставить видео отзыв с пропагандой все там если вы там себя не уважаете идите и работать евросеть а так я вам не рекомендую ну все в таком духе давайте все-таки возьмем и попробуем с вами давайте мою версию посмотрим мою версию по поводу работы евросети смотрите так получается что я работал педагогом да работал тренером все и в целом как бы упахивался я могу сказать не меньше да я работал там по там за по 17 по 20 часов в сутки чтобы там заработать 15 тысяч рублей будучи педагогом так вот в один прекрасный момент я знал что там от была у нас евросеть что там были зарплаты вроде бы такие хорошие на 20 тысяч и так далее и но это не хотел идти как бы думали ну продавцом евросеть думаю мне на тот момент уже было 27 лет или 28 ну не помню уже старенький уже считался для для работы вот в желтой майке и так далее так вот смотрите так получилось что сначала я там одного друга так его я помню был настя маракова там пошла стала зарабатывать смотрю на меры месяца работа 2 3 4 потом у меня пришел друг с армии вот миша куленко нормальный парень пришел с армии и вот макс куда пойти работать я говорю а сколько ты хочешь зарабатывать он ну хотя бы 15 тысяч рублей я говорю иди в евросеть он говорит макс ты дурак что ли у меня высшее образование я говорит электрик и я пойду отлично ну и он такой хоп такой ну ладно попробуй на что после армии да мать не знает отец не сдаст но стыдно же возвращаться да в дамбаровку ну и пошел он соответственно работать нас в евросеть я в это время работал педагогом потом по дурости зачем пошел в личную охрану ну это отдельная история и в общем начал работать потом смотрю он зарабатывает все зарабатывают а я один как придурок работы в общем что получилось далекий 2006 год да я решаюсь пойти тоже в евросеть ну и с одной и пошел в евросеть работать мой друг ну оказывается в тот момент устроиться евросеть было не такое легкое занятие каком плане я жил в городе орске соответственно собеседование нужно было проходить в городе оренбург что это значит это значит нужно поехать за 300 километров попасть там на советскую помню такой офис только был там целая куча таких же как я на человек 70 такую большую делали воронку прям такой огромный да из желающих ну и соответственно мы приехали и нужно было там так скажем как всегда по старой доброй традиции продать ручку я скажу честно я когда за зашел и там почему зашел один сам последний потому что я девушкам пропускал да вот думаю вы должны там пройти в итоге все и в итоге что получается в итоге на тот момент когда мне нужно было проходить так скажем собеседование я еще поехал как положено в шортах поехал в майке в на майке написано рукопашные бои россии ну знаете такое но вот так вот поехал такой такой и говорю сразу а там девушка вроде есть не ошибаюсь айгуль и вроде ее звали и она проводила вот это вводное собеседование и в итоге когда зашло там много человек было уже думаю уже хорошо думаю все и мы получается я и говорю я ручку продавать не буду потому что с этими ручками уже реально не то немножко да я бы ну не хочу ручку продавать и что получается я взял она даже ты можешь сделать я когда я хочу хочешь могу сделать новую ручку и не хочу продавать так вот такая а вот у той девушки сможешь быть телефон взять номер телефона за пять минут если это на тебе даст бы твою но свой номер телефона то мы тебя возьмем а если не так то мы тебя ведь не возьмем ну вот я сразу тебя предупреждает она не любит мужиков она ненавистница такая я говорю блин говорю да за пять минут мы были снигу на подоконнику любовью займемся вы понимаете говорю мне 10 секунд хватит ну и в общем вот как-то на после этих слов то сказал я согласна и в общем сказали все вы приняты на стажировку и дальше такой днежданчик оказывается приняты на стажировку это означает ты должен ехать еще за 450 километров от оренбурга и ты должен ехать у нас самару на обучение при том ты должен ехать за свой счет пройдешь не пройдешь собеседование непонятно но ты должен поехать вот именно туда ну что могу сказать взяли мы с другом да друг тоже у меня прошел собеседование и мы с ним поехали в самару сразу говорю в самару у нас заходит единственный поезд там мы немножечко с ним опоздали и в итоге получается мы опоздали на пару часов обучение должно быть семь дней и в общем спустились в туалет я в той же самом майке рукопашный бой все в таком духе и тут стоят три девушки красивые просто очаровательные и курят и при том это такое маленькое помещение я чувствую что я уже провонялся в этом все ну и я конечно бы я говорю кости думали что приехали город самара большой города приехали в колхоз девочки там курят не могут элементарно этику соблюдать ну в таком духе но такие показуха такой все те готовы откуда и оттуда соленбурга и ну то исторское и когда мы в общем заходим на это занятие и тут такой вот нежданчик это оказывается тренера но они нам сразу говорят вы можете разворачиваться и уходить потому что вы у нас строго но не пройдете не первый шаг не второй шаг не третий шаг всего нужно упройти три шага ну в итоге я понимал что это все субъективная точка зрения понимал что это все просто жесть и в итоге чтобы мне пройти все мне пришлось себя показать в роли лидера я выиграл пару таких вот так скажем сидел по 150 человек нужно была такая была лидерская игра я ее выиграл и поэтому кто про ну как бы выигрывать лидерскую игру вот проходит нас автоматом в итоге я все эти круги прошел и вышел работать евросеть на стажировку вышел я работать на сразу скажу может мне повезло с точкой можешь я что-нибудь но об этом позже я вышел на торговую точку который называется орск один орск один соответственно я пришел там смену работала у нас помню в те времена по 7 по 8 человек я вышел стажером и начал продавать в первый же день я сделал выручку 120 тысяч это выручка просто примеру это товарная выручка это столько и вот например 20 тысяч сделали все остальные 6 сотрудников все сотрудники при такой выручке получили зарплату за по две с половиной тысячи рублей а я получил свои двести двадцать шесть рублей стажерские чтобы начать зарабатывать нужно было знать на продавца и в итоге получается на следующий день мы также кости у меня попал на точку который назывался новотроицк один и он в первый день тоже взял и показал высший класс он тоже продал больше всех сразу скажу почему так получалось такая была тупая система смотрите сейчас покажу как раньше был в юристе вас примерно точке 5 человек все продажи аккумулируются в один такой большой пирог из этого пирога в конце всем пропорционально отдается по кусочку а кто директор магазина он получает на 20 процентов больше чем мы например продавцы и в итоге получается к примеру зарплатный фонд там на точку десять тысяч работает пять человек из них один получается к примеру директор да все получают примерно по 1800 а директор получает 2 600 чем больше в принципе у него на точке сотрудников тем больше зарплата у директора вот такая штуковина и все было в процентном отношении если например . ничего не продала то они в принципе ничего не получили но я свои законные 200 сокров 200 26 рублей если не ошибаюсь должен был получить стажировку нас занимала его расти от двух до трех месяцев я начал с первого дня работать и получается делал сам большую выручку и благодаря мне все остальные сотрудники да были люди которые продавали один маленький шнурочек за весь день были кто продавал одну сим-карту и я просто тащил тащил просто все не потому что как бы я там знал товар лучше всех да нет товар вот этот телефон это был просто хобби да журнал ну как учитал журнал это много чем занимался и и в один прекрасный момент да ко мне подходит один из непродуктивных людей говорит вот макс ты чё так жопу рвешь ты чё ты за 220 рублей там вкалываешь а делаешь зарплату всем остальным но это обычно так говорят непродуктивные что касается моего друга друг один день так поработал а потом сказал да идите вы все и стал работать как все не больше не меньше первый день вышел показал что он может работать а потом я за 220 рублей буду работать ровно на 220 рублей в итоге что получается спустя три недели я так скажем поехал в самару в самаре я сдался жестко так скажем была сдача там нужно было знать ждать эти аккумуляторы моторола nokia всякие тарифные планы все я все-таки в самаре сдался и я вернулся продавцом я стал зарабатывать примерно как все все зависит от количества смен конечно работать при графике 52 мне не особо хотелось я работал при графике 61 потому что хотел бы побольше зарабатывать а больше зарабатывать получалось только тем путем если вдруг на точке оказалось меньше сотрудников тот день либо если работаешь больше у нас на точке были кто-то отдыхал по три по четыре дня просто это к тому возражение что там евростии можно как бы но как бы нету выходных нельзя нет выходные есть ты сам все выбираешь и я старался работать и я зарабатывал там мне больше всех было смен поэтому я зарабатывал там около 25 тысяч рублей 20 тысяч рублей и так далее и тогда вот когда я был евросети да я начал работать получается с апреля месяца и в июне месяце я уже взял себе машину в кредит взял себе машину первая машина была в 2006 году это сиреневый матис я взял мне хватало денег для того чтобы расплачиваться по кредиту и так далее и в принципе нормально да и именно в 2006 году я первый раз у нас на машине на матизе съездил в сочи и тогда я влюбился в этот прекрасный город который у нас называется сочи что еще интересного мой друг сдался через два с половина месяца тоже стал зарабатывать но у него были амбиции немножко не как у меня и он захотел там быть директором директором он на той точке на которую он работал не мог стать его действительно послали свою точку которая такая скажем не то не все зато был директор не просто там за простой продавец был директор соответственно я брал там зарабатывал свои 30 тысяч рублей на новый год мы зарабатывали всей точкой по 50 тысяч рублей была зарплата ну примерно такая зарплата поддерживал 30 50 30 тысяч 50 тысяч рублей зарплата для орска была более чем интересная сразу говорю я будучи педагогом и на прочих так скажем работах не мог себе столько взять и заработать опять же руководство знает что есть продуктивный есть непродуктивные которые продуктивный тащит непродуктивных и у нас были всевозможные акции что такое акция да если ты например продаешь больше всех телефонов samsung то по россии то ты там выиграешь но туда сначала такие акции были там где там всякие призы были все кто-то выиграл я не выиграл потому что выбирали так вот руководитель сектора говорил блин вроде вот вроде вот он лучше всех работает вот ему нужно дать приз все а потом один прекрасный момент сделали так что все эти призы у нас чеки привязывались каждому продавцу для учета в 1с раруси и в итоге у нас сделали онлайн на так скажем таблицу где периодически два-три дня обновлялась я помню лето не помню какой год 2007 год если не ошибаюсь до 2007 год потому что я год отъездил на матизе потом купил логан и буквально вот началась акция то больше всех там там например по одним телефона продаст телефона fly тот получает skoda fabio кто например больше всех продаст телефонов samsung тот получает по и от телефонов lg тот получает поездку на формулу один в китай и так далее ну и соответственно я эти fly начал там тоже продавать все при том очень хорошо продавал и вырвался и попал уже на первое место и в россии тоже числе на первых мест в итоге получается когда у нас не было этих телефонов да я брал и сделал перемещение с другой точки я сам на своей машине ездил забирал и у нас на точке продавал потому что логистика за мной не успевала в итоге что получается зарабатывала вся . а вот акция она была индивидуально в итоге акция два месяца прошла два месяца всего лишь акция нужно продавать и я выигрываю у нас выиграю даже не выигрываю это тяжело сказать это же не лотерею купил меня примерует автомобилем skoda fabia первая машина желтенькая прикольная я тогда даже не ожидал и эту машину еще мало то что доставили в контейнере доставили ее в орск вот так вот из орска я забрал как раз я был на логане и все и тут выясняется что я еще и параллельно к не было fly я еще продавал другой товар еще я и выигрываю акцию поездку в китай конечно я в китай ехать не хотел до гучи там делать на формулу-1 потому что в это время открылась вторая акция вторая потому что очень хорошо получились замотивировали в продажах продавцы и в итоге еще раз начали еще одну skoda fabia разыгрывать и все мне твердили до одного не продуктивные что это была случайность что тебе вторую машину не будут выиграть ничего я начинаю опять пахать опять в числе лидеров по продажам и тут мне руководитель сектора говорит если ты не поедешь в китай то все можешь увольняться но такой-то ультиматум я еду в китай 10 дней то есть не 10 13 не даю всем фору 13 дней мы там в китае просто потрясающе провели это время на формулу-1 и самое интересное что другие нет чтобы взять ну как бы на эти акционы товар поднажать они взяли а там все равно не получится ничего я приезжаю представляете я все равно там почти в лидерах там то ли на четвертом месте то ли на пятом месте я беру еще 10 дней поджимаю и в итоге получается из двух месяцев я факт участвовал только 34 дня и я опять зарабатываю вторую skoda fabia вторую skoda fabia я зарабатываю в итоге что получается я и слетел слетал в китай заработал skoda fabia в итоге у меня уже две skoda fabia 3 опять открывается акция тоже skoda fabia все и в итоге там понимает что у меня уже по идее уже будет третья машина и тогда нам руководство да просто давайте мы дадим вам деньгами самое интересное что за эти машины налог все оплатила компания я ни копейки за машину не платил платил за нее компания в итоге я беру и в течение получит получается одного года я еще зарабатываю третью получается машину из-за нее уже отдаю деньгами одну машину я тут же продал логан тоже продал одну fabia оставил первым делом что я сделал я подарил папе машину сначала подарил десятку потом подарил skoda fabia новые тоже мы взяли я у друга своего забрал с новосибирска потому что свои на тот момент уже продал следующее что открывается акция по самсунгу там уже призовой фонд уже mazda помню mazda шестерка призовой фонд было все либо соответственно уже посмотрели можно забрать деньгами в итоге что получается я беру опять нажимаем акция правда шла полгода эти адские полгода я не помню свою жизнь потому что я работал без выходных и многие стали из руководства стали замечать что без выходных работать нормально хотя бы один выходной неделю должен быть и в итоге что получается те которые работали без выходных да были в табеле четыре дня все равно по среднем отнималась и все и в итоге я один день неделю отдыхал и и по самсунгам я выиграю эту акцию выигрываю и опять да помимо того что у меня была хорошая зарплата помимо всего еще получается опять акция и так я выигрываю четвертую машину потом компания samsung опять открывает акцию и там опять ну как бы было была машина стоимость столько-то столько-то все и мы опять я сразу говорю у нас на точке нам первую паренбургской области повесили камеры где был жесткий тотальный контроль надо продавцами особенно над лидерами но ничего не смогли из большие проверки полиграф и все остальное все показало что все честно достойно и так далее потом были опять акции от элджиры от котюр назвал котюр и где я за счет компании побывал в европе потом у нас была еще одна акция где нужно продавать все телефоны и призовой фонд был это побывать в арабских эмиратах на формулу-1 я там тоже был в общем за это время пока я работал в евросети я у нас получается выиграл 7 машин и в один прекрасный момент когда я возвращаюсь с отпуска до два раза в год если залетал в отпуск и взлетал себя за границу либо тоже ездил в сочи так тоже раза три съездил пока работал в евросети и у нас такая штуковина у нас получается мысли потерял сейчас найду а и как бы я приезжаю с отпуска и это не помню вроде 2009 год и у нас получается прошла прошла перестройка экспериментально и у нас взяли и перевели всех на личные продажи что это значит теперь это означало так продаешь ты к примеру товар да с него зарплатный фонд 100 рублей тебе идет с этой суммы 50 процентов личную а 50 процентов по старой схеме 20 процентов идет директор магазина остаток получается которую идет 30 разбивается в четкой пропорции среди всех кто был в итоге получается даже если ты ничего не продавал но ты вот на этих откатах ты все равно мог себе заработать хорошо в итоге я помню в тот период евросети процентов 50 людей уволились уволились конечно продуктивной и тут у меня и тут у меня начался звездный час в каком смысле если раньше я например работал ради так скажем этих акций да я за акциями очень много поднимал там путевки везде машины еще раз повторюсь а потом еще получается помимо всего я еще и стал зарабатывать больше всех я стал зарабатывать например первый же месяц я заработал восемь тысяч рублей самый тяжелый месяц это был февраль месяц у нас обычно не сезон все другие кто-то заработал 15 еще туда 14 тысяч заработал а раньше бы мы бы заработали все поровну по 25 в март месяце зарабатывать 80 тысяч и так пошло-поехало в итоге я зарабатывал евросети зарабатывал не меньше семидесяти восьмидесяти тысяч рублей а так было и 130 тысяч рублей заработать 140 помимо того что были вот еще вот эти мотивационные акции и в принципе я так работал до 2012 года потом просто стало скучно но реально стало скучно одном и том же месте я взял и сменил вид деятельности чему я вам это все говорю у меня были на точке такие продавцы да которые могли там например взять и выйти на точку там не за этом сделать вид что они работали и они были трудно сидели на чужой шее да я помню яркий пример это у нас был валера такой помню потом все-таки он ушел в другую компанию шел на мясокомбинат но он реально был непродуктивный товар знал лучше всех но не продавал знал лучше всех но не продавал ну такое постоянно ходил курил все так далее если например вспомню я вот недавно тоже с димкой разговаривал тоже же здесь он тоже около четырех машин что ли тоже выиграл только в новосибирске он говорит что реально даже времени не было поесть там берешь там адреналин раш выпиваешь 12 часов как заведенный потом у меня руководство пробовал надо мной немножко так скажем их даже тоже добивала моя зарплата что я зарабатывал больше чем любой мои непосредственно руководители меня там пихали на другие точки еще что-нибудь а я везде показываю результат и везде все равно зарабатывал и даже на другой точке они привели все равно выиграл выиграл машину работать на другой точке вот так вот в итоге что получается меня потом перестали дергать перестали меня с одной точки на другую кидать ну вот так получилось я могу сразу сказать очень хорошую базу мне дали тренинги мне очень много чего евросеть дала я вспоминаю эти три тренинги до сих пор они мне и сейчас пригождаются понимаете до сих пор я не могу вот сказать что они были бестолковые или еще что-нибудь да ездил до обучался да много чего делал это мне реально в жизни пригодилось ну и работа евросети опять же это хорошая была школа я могу сказать что раньше верности такая была школа что после нее брали хоть куда хоть связной хоть в мтс хоть билайн хоть в мегафон хоть биталин любой был сотрудник даже самый непродуктивный был на вес золота потому что была хорошая классная школа вот такая штука в этом мой отзыв про евросеть я евросети остался довольна были моменты когда там несправедливыми там пытались уволить но может буду сейчас отсюда до чечеваркина и добиться правды до да было там переводы на точку а там тебя все бесило да это было да было еще что там да мне там выбивали по раз с листа продаж еще что-нибудь да там мои коллеги там пытались чтобы акционный товар там продать там вынести кому-то другому и так далее все это пытались сделать и все это делали и как итог я могу сказать все равно 7 машин построены был коттедж большой путешествие везде в общем я считаю что в россии я отлично поработал и отлично заработал потом я ушел в компанию в такси гост и но это уже другая история потом я стала работать риэлтором это тоже другая история и работа в школе это тоже другая история ну а это было про евросеть а вот не знаю как этот мальчик который пишет садок и видеозав на тебе что я могу сказать я на тебя посмотрел я конечно на работу никогда не взял я никогда не беру нытиков ну и я сейчас уверен на сто процентов ты больше чем 15 тысяч рублей никогда в жизни где не заработаешь потому что везде у нас платится за результат если нету результата то человек и человек идет подальше отсюда делай выводы работы над собой я могу сказать что в любой сфере где бы я не работал я везде был продуктивный везде у меня была обалденная зарплата точнее было не зарплата были процентные отношения благодаря которым я хорошо зарабатывал даже не хорошо отлично ну и теперь да если все подытожить это очень были такие хорошие желтые дни и они у меня оставили очень так скажем хорошие благоприятные воспоминания но всем вам я желаю быть просто продуктивным на своем месте и если вы действительно продуктивный то вам бояться нечего и вы всегда сможете хоть где заработать опять же чем нравилась мне компания и росеть что у нас не было потолка сколько заработала столько заработал чем мне нравилось хочешь быть директором будь директором хочешь быть продавцом будь продавцом меня как же оставляли быть директором но я смог продать ту идею потому что был хороший продавец что лучше меня держать в качестве продавца а не нагружать меня рутинной работы и так далее ну вот такая штуковина но еще раз повторюсь на точке конечно были нас много было непродуктивных особенно когда они все почувствовали когда пришли на личные продажи но они как правило все уволились потому что представляете себе зарабатывал 25 тысяч рублей а потом всем родственникам говорили что урезали зарплату до 12 тысяч рублей да нет не урезали просто просто ты как не работал так и перестал работать хотя у меня были люди которые были ленивые которые менялись на глазах и начинали работать но их единицы вот такая штука вина ну я всем вам я желаю всего самого хорошего а видео отзыв и написал по компанию россии да потому что меня бесит потому что я знаю что на самом деле было все по-другому и я знаю что как бы мне компания врастить много дала и поэтому мне как бы не поворачивается так скажем совесть взять и промолчать промолчать просто взять и чтобы вас всех водили в заблуждение мой табельный номер если кто-то хочет проверить да кто-то хочет там взять и в россии зайти и чтобы сделать запрос так правда или неправда мой табельный номер 63 487 поэтому можете сделать запрос официальный и вам про меня там весь расклад дадут вот такая штуковина сейчас сейчас уже давно и в россии не знаю можем сразу стало хуже что было лучше но я когда увольнялся там еще было все хорошо там еще все было в шоколаде я могу сказать что со мной работала конкурентка так скажем на другой точке татьяна белоусова да я могу сказать что она тоже мы с ней везде путешествовали везде да пускай она не выигрывала машину да там не получалось там у них там и душили на на точке там где кто-то душил но она тоже всегда была в призах вот так вот пускай не в таких как я но я своего умею волны умею за свои так скажем права и на свои вещи бороться и отставить свою точку зрения до конца ну и вам всем желаю чтобы вы могли всегда быть лидером да если вы занимаетесь спортом то вы должны добиться максимальной результаты если вы учитесь вы должны быть отличным если вы пошли пробежаться вы должны пробежаться столько сколько вы себе изначально запланировали а не столько сколько получилось если вы вышли на работу без разницы там 200 рублей вам по оплачивается за за день или там 10 тысяч рублей в месяц но вы шли на эту работу вы знали куда шли и вы как бы если думаете что если вам платили больше вы бы и как бы были более продуктивный это все миф вы были такой же поэтому меняйте в себе меняйте свои психологические взгляды меняйте отношения к работе меняйте отношения к заработку менять отношения к работодателям и добивайтесь результатов я хочу чтобы каждый из вас был продуктивный пока